Друзья, приветствую! Константин из Питера передал образцы масла Syntec Platinum 530 это А3Б4 полнозольное масло. Значит, произведенные, вот видите, две баночки, 4-х литровая и литровая канистра. Одна произведена в апреле 22-го, вторая партия май 22-го. Так, видно, что уже это новый пакетик. Сейчас я сравню эталон из 4-х литровой, кажется, канистры с ранее созданным. Посмотрим, есть ли изменения. Ну, судя по цвету, это уже китайский пакет. Да, смотрите, противоизноски чуть меньше. Гликоль появился, 0,2-е, 90 противоизноски. Значит, кислотное 1,58, а щелочное 8,7. Так, нитрование 2,3. Ну да, есть некоторые изменения. Сейчас я откорректирую спектр. Не буду вам показывать, чтобы не затягивать время. Сейчас покажу просто данные после корректировки спектра. Вот они, значит, противоизноски 97. Всем разница. Опять же, этот гликоль. И здесь уже получилось, значит, на 1 сотую меньше кислотный, 1,57. И щелочное 8,6. Ну, это предел погрешности. В принципе, нормально. То есть, похоже на полнозольное масло. Чуть больше 10 по ГОСТу для свежего. Так, все сохранил. Тот эталон новый. И теперь проверю сейчас из литровой канистры. Майская партия. Май 22-го. Посмотрим, насколько они совпадают. Так, 102% по противоизноске. Все правильно. Так, гликоля нет. Правильно. 1,55 получилось кислотное. Да, чуть меньше кислотное. Но зато чуть больше щелочное. Ну, так и есть. Как будто немножко какая-то там микро-погрешность. Ну, или измерение, или самой партии. То есть, сомнений не вызывает. Это одинаковые масла. Ну, и видно. Хотя, видите, если присмотреться, видно, что одно чуть-чуть темнее. Там на полтона. Но, тем не менее. Все, я сохраняю. И можно приступать к проверке и отработке. Так, это у нас Infinity EX35 2008 года с двигателем V6 3.5. VQ 35 HR 302 силы. Объем масляной системы 5 литров. Общий пробег 248 тысяч. Пробег на масле 4000 с копеечкой. 138 часов. Средняя скорость 29 км в час. Так, смотрите. Противоизносных присадок 55. Кстати, после определенных манипуляций, эта машина стала расходовать противоизноску. Гликоли нет. Нитрование нормальное еще. Значит, кислотное 2,2. Щелочное 5,8. Так, 285. Ну, воды даже меньше, чем было. Так, ну, сажи нет. Ну, неплохо. В общем-то, масло держится. Хотя и пробег, в принципе, не такой большой. Но 29 достаточно такая высокая скорость. Это смешанный режим. Здесь Константин написал, что у него четверть трассы. Вот, так. Значит, сейчас покажу вам, что произошло с вязкостью. И потом еще одну я вставлю, значит, врезочку сделаю. На 183 моточасах. Тоже интересный будет момент. Так, свежие отработки налил. Давайте посмотрим. Здесь есть разжижение 22%. Ну, не такое высокое, в принципе. Вот. Но, тем не менее, оно есть нормально. Тут вопрос, когда брали пробу. То есть, если было четверть трассы, но пробу брали после какого-то периода городской эксплуатации, то вполне объяснимо. Да, не забывайте, пожалуйста, отметить видео. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить уведомления. И смотрите, значит, прогноз ресурса на данном масле. Прогноз у меня получился 279 моточасов моющим нейтрализующим свойством. Чуть, практически 8100 километров в данном режиме. Нейтрование 455. Ну, видно, что мотор нормально работает. И вязкость, видите, 627. Нейтрование по километрам 13219. То есть, тоже нормально мотор работает. Нейтрование 400 до 500, как я уже неоднократно говорил. Вот. И вот, в принципе, такой ресурс по маслу. Да, после этого теста нашли определенную зависимость. Вот. В этом автомобиле тестировали разные масла. И поэтому для пользователей телеграм-канала я сделаю видео, в которую очень интересную особенность подмечу и сравнение с другими маслами. Так. Значит, по противоизноске после применения, присадки полимериум данный автомобиль стал потреблять больше противоизноску. Не знаю, с чем это связано, но предполагаю, с чем это связано. Но, тем не менее. Так, следующая проба. Вот я так в укороченном виде, я вам ее преподнесу. Это 183 моточаса из данного автомобиля. Вот видите, сверху написано 56. Противоизноска плюс-минус там же. Чуть больше сажи, 0,02. Но, видите, здесь упала средняя скорость на километр в час. Также нарастает кислотная 2,33, там 2,2 было. Вот. И снижается щелочное 4,9. И давайте я вам покажу сейчас прогноз по новым данным. Значит, вот смотрите. 288 моточасов. По километражу практически то же самое. 8,100. Но, смотрите, какой интересный момент. Нитрование лучше стало. То есть, меньше трассы, ниже средняя скорость, ниже обороты. Нитрование меньше. И больше прогноз по ресурсу. Но разница между прогнозами 9 моточасов. И здесь лучше ситуация с вязкостью. Здесь 11%. То есть, видимо, здесь уже взяли после какой-то продолжительной поездки. Подвыпарено топливо и влага. И с вязкостью ситуация лучше. То есть, по-хорошему, на самом деле, надо проверять после разных режимов вязкость в идеале. То есть, покатались по городу, посмотрели вязкость. Значит, выехали на трассу. Проехали по трассе, взяли 5 мл этих. Проверили вязкость, как влияет. Ну, вот, по идее, должна влиять. Ну, вот, такие прогнозы по маслу. В принципе, масло отработало, на мой взгляд, хорошо. За свои деньги. Вообще супер. Да, про телеграм я уже сказал. Да, по противоизноске. Все-таки я сделаю акцент. В данном автомобиле один раз с маслом Mobil 1 использовалась присадка Polymerium. Вот, и после этого у автомобиля начались вот такие проблемы. То есть, как-то противоизносная присадка стала быстрее срабатываться. Я так понимаю, что владелец Polymerium под одном из видео написал не моим, а Антона Воронкова. Значит, ответил Константину, что здесь используется нитритбора. Вот, значит, керамика. Ну, я так подозреваю, что, скорее всего, было приобретено какой-то недорогой этот нитрит китайский большой фракции, который мог повредить в том числе вкладыши. Например, если размер частиц там больше, например, двух микрон, то это уже может негативно сказаться. Какие-то микроповреждения, царапины, которые, на мой взгляд, будут расходовать больше противоизноску. Поэтому вот ситуация такая. Если хотите, я могу как-то сделать это видео. Покажу вам по прогнозам, сделаю на этом акцент. Покажу вам, если у меня осталось. Ну, должно где-то быть. Ну, вот ситуация такая. Благодарю всех за просмотр. Константина благодарю за предоставленные образцы, за поддержку канала. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok